Участок проспекта Ленина в районе завода Кузбасс-Элемент был выбран для рейда не случайно. Двух зайцев одним ударом. И с должниками поработать, и ситуацию на дороге проконтролировать. В поле обозрения пешеходный переход, на котором по статистике водители часто не предоставляют преимущества пешеходам. Вот и сегодня составлен протокол на одного такого нарушителя. Долгов за ним не имеется, а административный штраф, выписанный только что, ему предстоит оплатить в течение месяца. В случае неуплаты он попадает в категорию должников, группу динамичную и регулярно пополняющуюся новыми кандидатами на штраф, арест и опись имущества. В течение 2012 года в службе судебных приставов на исполнении находится 33 тысячи постановлений на общую сумму 7 миллионов рублей. На сегодняшний день судебными приставами-исполнителями взыскано 9 тысяч постановлений на 2 миллиона рублей. Нашим отделом с органами ГИБДД регулярно проводятся рейды, в ходе которых проверяются граждане на наличие долгов. И если у них присутствуют долги, должник должен оплатить его на месте. В случае неуплаты административного штрафа в установленный срок, с должника взыскивается исполнительский сбор. Так что есть смысл оплачивать долги своевременно. По истечении месяца неплательщика ожидает исполнительский сбор. Своеобразный бонус судебным приставам за беспокойство. Он составляет по новым законам 7% от суммы долга, но не менее 500 рублей. Существуют и более серьезные санкции. Судебный пристав исполнителя имеет широкий круг полномочий, таких как наложение ареста на транспортное средство, наложение ареста на его имущество с последующей реализацией. На сегодняшний день судебными приставами исполнителями по статье 20.25 привлечены к административной ответственности 170 должников. 30% из них получили административный арест от 1 до 15 суток. Таким образом, чтобы избежать такой ситуации, уважаемые автовладельцы и водители, оплачивайте свои долги своевременно. Если должник попался, информация о его штрафах передается инспектору по рации. И если он обременен несколькими непогашенными задолженностями, его фамилию обнаружат в общей базе данных и судебный пристав. На первых минутах рейда был остановлен должник по административному штрафу ГИБДД еще с 31 марта. О своем нарушении молодой человек помнит хорошо, только платить пока было некогда. А вы помните, за что вам штраф вот этот был здоровым? За свет. За свет? Ну, свет не включен был. Не включен свет? Да. А почему долго не платили? Ну, как-то забыл, времени не было, работы. Ну, а теперь заплатите? А теперь, конечно, заплачу. Прямо на месте судебный пристав заполняет всю необходимую документацию, и переписывает номер агрегата. В случае неуплаты в установленный срок молодой человек останется без телефона. На него наложен имущественный арест с правом пользования. Второй молодой человек также есть в базе неплательщиков. Два штрафа за прошлый и один за этот год. Но в этом случае недостаточно только заплатить. Необходимо еще предоставить квитанцию службу судебных приставов, чтобы фамилия была исключена из базы должников. Результаты первого часа рейда обнадеживающие. Девять граждан чисты перед административным законодательством. Двое имеют непогашенные задолженности. Штраф ГИБДД и долг за оплату пользования телефоном. Еще двоим штрафы были выписаны менее 10 дней назад. Пока они не должники. Судебный пристав предупреждает их. Лучше в разряд неплательщиков не попадать.